Добрый вечер, меня зовут Татьяна Красносельская, телекомпания 5 канал, у меня вопрос с Леонидом Аркемовым. Я понимаю, что у нас в России сложно очень делать какие-то прогнозы, но вот как вы считаете, через 10 лет в нашей стране люди будут смотреть телевизор как источник информации, некое развлечение и доверять ему? Я не знаю. Я с 2010 года не могу судить про 20-е и не верьте никому, кто возьмется в России судить про то, что будет в 20-м году. Он врет. Вы говорили о таких фанальных ошибках в журналистике про начало войны. А может быть, было в плане, что журналистика была переоценена, но если бы профукали целую войну. И может быть, новая журналистика это какой-то выход, и на самом деле мы будем играть какую-то огромную роль в жизни общества. В Америке есть определенное недоверие к традиционным СМИ. В результате иракского кризиса оно возникло, поскольку те СМИ, которые отражали традиционные течения, в первые месяцы писали то, что от них ожидали власть придержащая. Недоверие к традиционным СМИ. И это касается и нас в общем и целом. У нас, в общем-то, другой кризис традиционных СМИ, которые не увидели в свое время СМИ. Я полагаю, это финансовый кризис, который мы только что пережили. Я думаю, что кто-то мог это предвидеть. И были определенные статьи, но было очень мало публикаций, которые говорили о том, что действительно нас очень серьезный кризис ждет. Это опять-таки вопрос о том, журналистика ошибалась или общество. Все общество ошибалось. И американское общество очень ждало ответного удара. И это было не только настроение телекомпании Fox. Это было массовое настроение. В общем, такая патриотическая истерия, которая даже на западноевропейский взгляд выглядела чрезмерной со всеми этими завешиваниями, флагами любой детской песочницы. Если возникает благосфера гражданских озабоченных американцев, которые пишут публицистику, когда все-таки ситуация такая, что, скажем, тюрьма Абу Грейб не может замалчиваться властями. И они, может быть, и без большого желания, но занимаются такой проблемой. И так далее, и так далее. Общество запросто может ошибаться. Ничего тут удивительного нет. Но ни одна журналистика, да, деловая пресса мало писала, недооценивала надвигающийся кризис. Ну и вообще пузырь, который на рынке потребительских кредитов США, например. Ну, значит, потом спохватились, да. Спасибо большое. Я полагаю, что за 10 прошедших лет мы стали больше задумываться о ландшафте СМИ. Это касается, в первую очередь, нашей интерпретации действительности. Я думаю, что читатель стал критичнее по отношению к нам, стал взрослей, и мы тоже стали критичнее по отношению к нам самим. Я полагаю, это то, что наблюдается практически во всех редакциях. Может быть, это несколько идеалистическая точка зрения, может быть, оптимистичная чересчур. Но, тем не менее, я полагаю, именно такая тенденция будет характеризовать развитие традиционных СМИ в будущем. В критических ситуациях обществу всегда легче найти простой ответ. Первым ответ на ум приходит простой. И в этом смысле патриотическая эйфория и готовность объявить любую войну Великой Отечественной, она бывает и в Америке, и в России, но в Европе за последнее время, кажется, не было. Это так. Это вопрос социальной психологии. Тут не одна ошибка журналистов. У меня вопрос к нашим обоим гостям. В свое время Леонид, его передача «Намедни» снимала репортаж о том, как играет в придуманную мной 7 лет назад игру в бомжей, где очень состоятельные люди, политики и дипломаты играют в бомжей. А некоторое время спустя журнал «Шпигель» тоже самое. Они брали интервью об этой же игре в бомжей. И вот удивительная реакция одного журналиста и другого. Коллега Леонида сказал, что эта игра не умрет. И надо сказать, действительно, с тех пор много лет прошло, и до сих пор ее заказывают. А журналист «Шпигель» сказал, что у нас эта игра никогда не будет в Германии востребована, и просто невозможно себе представить, что кто-то из бизнесменов Германии будет в нее играть. Даже несмотря на то, что бомжи у нас уже есть. Вот вопрос к нашим двум гостям. Как вы сами, собственно говоря, оцениваете, почему именно такая реакция одного и второго журналиста? То есть вы хотите совет в сфере бизнеса, понятно? Ну, а вам кажется, это единственное отличие Германии от России? Разница в отношении к игре в бомжей. Ну, можно много чего рассказывать. Знаете, можно тут какое-то наукообразие развести о том, что в России бизнес рискованный. От нарда, от канар не зарекайся. Поэтому нужно быть готовым ко всему, в том числе и тому, что останешься без копейки и будешь жить на улице. Ну, это просто вопрос, ну, такой рискованной фазы общественного развития, в которой люди находятся. Поэтому и нужны пожестче развлечения. Ну, ничего тут удивительного. Вы много говорили о новых возможностях онлайна. И с учетом падения тиражей, вот как вы видите будущее печатной прессы? И вот такой вопрос. Как вы считаете, когда выйдет последний печатный номер Шпигеля? Вопрос нам сегодня такой задают. Господин Парфенов уже об этом тоже говорил. Бесполезно в сфере СМИ давать прогнозы, что будет через 10 лет. Это бессмысленно. Кто говорил о YouTube, о Facebook 6 лет назад? Кто? Это настоящая революция. Поэтому через 5 лет произойдет что-то совсем новое, а через 10 вообще новое. Но мы с радостью констатируем, что стабилен тираж Шпигеля, относительно стабилен. И есть даже такие газеты, как The Economist, например, у которых растет тираж. Я не думаю, что печатные СМИ умрут. И не думаю, что они будут каким-то образом противоречить друг другу. Я не думаю, что интернет убьет печатные СМИ. Наоборот, скажем, блогеры убьют телевидение. Нет, это все очень упрощает ситуацию. Одно дополняет другое, но у нас традиционные СМИ еще долго будут существовать. Поскольку они очень практикабельны, очень практично писать на бумаге. Я бы хотела задать вопрос о роли личности журналиста сегодня в профессии. Вот, скажем, в США существовал всегда негласный институт формирования звезд, когда мегабоссы боролись за то, кто будет презентовать новости. И люди смотрели новости не столько потому, что начинались новости, а потому что их вел, скажем, Уолтер Кронкайт или потом Дэн Резер. Во время финансового кризиса первыми пострадали в Америке те люди, которые являются звездами тележурналистики, элитарными тележурналистами, потому что им нужно было много платить. И предпочитали привлекать к эфиру так называемых мультимедийных журналистов, которые умеют делать все, и платить им нужно меньше. Вот на сегодняшний день в связи с тем, что существует такое разнообразие СМИ и в России, и в мире вообще, какова роль личности в журналистике на телевидении в первую очередь, и что такое есть вообще звезда? Человек ориентируется на какие-то фигуры, которым он верит, и полагает, что они компетенты. Если люди выступают в качестве примера, то это хорошо. И если много людей доверяют ему, то этот человек становится звездой, и рейтинг этого телеканала растет. Но в то же время, конечно же, нужно понимать, что звезды ошибаются. А сегодня звезды становятся все более видными, более заметными и прозрачной становится вся жизнь, благодаря интернету, блогам. И есть для Watchblock в Германии и для Spiegel, то есть блок, где можно посмотреть ошибки звезд, и обсуждаются эти ошибки, то есть им не спрятаться уже. Мир становится все более прозрачным, и звезды теряют свою ауру. То есть они, наверное, по-другому должны себя вести уже более самокритично, чем раньше. Но, конечно, общество так будет структурировано еще долго, и оно будет нуждаться в звездах. Понимаете, звезда возникает в журналистике и потому, что он, возможно, лучший по профессии, и потому, что таковы законы человеческого восприятия. Нельзя общаться вообще с редакцией. Нельзя, зритель не может общаться с телекомпанией, там, CBS, да? Вот он поэтому и общается с Дэном Разером. Это очень персонифицированная профессия. В общем, ничего тут, никакого секрета в этом нет. Другое дело, что как-то у вас там прозвучало планомерное создание института звезд. Я не верю. Тот же Уолтер Каранкает не от того, что его кто-то раскручивал, стал звездой, а потому что он только во Вьетнам отправлялся дважды, когда вообще выпуски новостей оттуда вел. Ну и правильно, если новости там, то почему-то здесь сидишь у теплой батареи в Нью-Йорке. Пока ни один российский журналист, ни один российский телеканал таких подвигов не совершал. Скажем, чтобы не кивать все только на телевидение, был Гюнтер Вальраф, знаменитый немецкий журналист, который, как известно, в гриме, парике и прочем обличии турка жил довольно долго для того, чтобы написать серию репортажей о том, как живется крупнейшему национальному меньшинству Германии. Как-то тоже незаметно, чтобы российский журналист захотел бы побыть таджикским дворником в Москве. Да и я не очень верю в то, что российское общество так уж хочет знать внутренний мир таджикского дворника и посмотреть в зеркало, то есть в шпигель, на себя и решить, до какой же степени оно ксенофобское, мерзкое, и с какими предрассудками оно живет в 21 веке. Не думаю, что серия репортажей стопроцентно русского журналиста, который год пожил бы таджиком или там вьетнамцем на ныне закрытом, там самом, господи, Черкизоне, Черкизоне, да, это бы перевернуло общественное мнение. Так что звезд все-таки сотворит аудитория, а не преднамеренные усилия хитрецов из Совета директоров телекомпании.